Добрый день, это Зоран Ивкович из сербского издания «Видаван» Это Владыка Павел Да-да-да, к нам доходят очень тревожные новости, то что сейчас у вас происходит со стороны власти, как я понимаю вас притесняет Мне сегодня вручили подозрение, арест, не арест, а домашний арест за городом, чтобы я не был в монастыре, не общался с Боратьей А в чем вас подозревают? Что за подозрение? Подозреваю сотрудничество с Россией, 161 статья, о том, что разжигание между конфессиональных отношениями, потому что я назвал раскольником и самосвятым Епифанией Это они все взяли в основание, там сейчас, что вроде бы я говорил о Херсоне, что я никого в Херсоне не знал и не знаю Поэтому мы просидели с 12 часов до сейчас в это время Владыка Павел, скажите, пожалуйста, что-то, это серьезное что-то? Нам стоит переживать по этому поводу? Очень серьезное, это серьезное Они хотят забрать лавру, а я им препятствую, собираются люди, поэтому это серьезное для них Я имею в виду в том смысле, что неужели вам что-нибудь грозит? Ну, я не знаю, это суд скажет, все, там говорят по-разному, что там, не знаю Да, но я имею в виду, у вас же может быть адвокат, который хорошо защитит У меня адвокат и все, ну понимаете, это политический заказ всего лишь Это политический заказ, потому что вы не согласились, как все, высказаться против специферации? Уйти с лавры и передать Епифанией лавру И не оставил монахов, потому что они хотят монахов, чтобы монахи остались, а меня, владыки Антония, не было на территории лавры Нам сообщали, что там были какие-то документы про аренду и так далее, что эта аренда закончилась Они разорвали в одностороннем направлении То есть, по сути, документов, которые бы вам позволяли там оставаться, у вас нет, поэтому они вас выгоняют? Ну, они есть, они просто нам всем угрожают, что все это закончилось Получается, вас предъясняют только потому, что, значит, они разорвали с вами взаимоотношения в одностороннем порядке, а вы не хотите покидать этой территории Только в этом деле А мы, нам 200 монахов некуда деть? Это разве во-вторых мы выходим, да? 200 монахов нет, я вас переберу, потому что сейчас нету Алло, алло Да, 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 да Да, Владыка Павел, здравствуйте, еще раз, да Да, здравствуйте Нас нету, они не имеют права разорвать договора Во всем сегодня военное время Поэтому, но только в одностороннем они разорвали, сделали И всех наших священников, епископов в монастырях обыски Как, скажите, пожалуйста, как сербские братья могут вам помочь? Скажите, пожалуйста Какое-то обращение может быть? Может, не мешало бы, чтобы прекратили гонение на церковь, на лавру, на священную суть И передайте патриарху Порфирии, что я прошу его первосвятительских молитв Ну это понятно, но кроме молитв какая-то еще помощь может быть? Ну я же вам сказал, может какое-то обращение к народу, к властям Это да, это я понял, да, обязательно передам Ну ты все больше, а что еще можно? Больше ничего не что вы сделаете Дай Бог, может быть, Господь вразумит буйствующих Просто некоторые наши читатели интересуются, почему в некоторых публикациях украинских СМИ Вас называют не Владыка Павел, а Паша Мерседес С чем это связано? Связано с тем, что этот Каченко когда-то у меня есть машина, как и у всех машина И я ездил на машине марки Мерседес Вот это они сделали, такое, ну, кликуку, будем говорить Насмехаются таким образом, да? Да, 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 вот такое Поэтому единственное только у них вот это, что У всех сегодня же ездят все на Мерседесах и власти, и все Ну дадут украинскую, поедут на украинскую, но ничего нет Не даю, другая, я вас понял Храни вас, Господь, всех вам благ Да, да, держитесь